Хотела бы поделиться ситуацией, что мы делаем при прогрессировании процесса. Подскажите, пожалуйста, меня видно? Презентацию видно? Вас видно очень хорошо. Наталья Владимировна, мы у вас смотрим достаточно много слайдов. Вы помните, что у вас 15 минут и 5 минут на вопросы. Спасибо. Да, приступаю. Что мы делаем при прогрессировании процесса? В первую очередь, что это значит при прогрессировании процесса? Когда пациенты приходят с метастатической стадией, то есть возможно это в первичной метастатической стадии, а возможно была исходна первая, вторая, третья. Что мы тогда делаем, если так прогрессирует процесс? Либо что мы делаем при прогрессировании процесса, если мы уже лечили? То есть, возможно, мы сегодня обсуждаем как первую, так и вторую линию. Мы уже знаем, что мы учитываем сроки возникновения прогрессирования. Такие понятия, как олигопрогрессирование, то есть характер прогрессирования. И можно, наверное, подумать, что у нас действительно много сложностей, много размышлений, но если на самом деле... Ну, мы очень много уже знаем. Очень много. Смотрите, мы прекрасно знаем и пользуемся наличием или отсутствием мутации БРАФ. Мы учитываем общее состояние пациента. Наличие или отсутствие метастазов в головной мозг. Нам в большую помощь идёт уровень ЛДГ, динамика заболевания. Очень много сейчас внимания этому уделяется, насколько агрессивен процесс сам. Объём опухолевой массы идёт рядом с этим же параметром. Что также важно? Конечно, а нам из пациента, ну, например, какая-то сопутствующая патология, аутоиммунные заболевания, в принципе, насколько сохранный к нам пришёл пациент по функции, например, системы органов, может ли он в принципе перенести какое-либо лечение и дальше уже выбирает тоже, в том числе, в зависимости от этого. Но и не будем забывать, что пожелания пациента и факторы образа жизни пациента, и, конечно, эпидемиологическую обстановку, как уже многие докладки упоминали, ну, наверное, стоит учитывать, если мы сейчас проводим этот семинар, и, конечно, наверное, спрашивать пациента, как вы относитесь к ситуации, потому что сейчас многие пациенты, у нас же очень многие подкованы, вот Слава Анатольевна недавно обсуждала одного пациента, который говорит, я вот хотел бы продолжить иммунотерапию, но я очень хочу самоизоляцию. И мы его обсуждали и решили, что допустимо сделать самоизоляцию, возможно, для него это будет более интересно. Поэтому очень много разных процессов примешивается, поэтому даже когда мы говорим, что мы много всего знаем, после таких чудесных докладов Диларум Хаминовны и Анны Ингревны, мы понимаем, что на самом деле скоро нам прибавится головной боли, возможно, скорее всего, потому что если мы имеем такую удивительную, отличную работающую одевантную терапию, что таргетную, что иммунотерапию, у нас появятся пациенты, которые не первично пришли к нам с метастазами, а уже прогрессируют либо после этой одевантной современной терапии, либо это будет, наверное, ещё более страшный сон онколога на фоне одевантной терапии. И вот вопрос, что тогда делать. Что же мы делаем при прогрессируемом процесса? Вот смотрите, если мы представим пациента, у нас на самом деле многие врачи согласятся, что пациенты живут дольше. Пациенты с диагнозом меланомы – это, конечно, прорыв, это прекрасное достижение успеха. И действительно в нашем пациенте сейчас, вот как в мозаике, есть много различных опций. Что же мы туда можем вложить в пациента, чтобы достичь максимального эффекта? Например, BRAF-мек-ингибиторы, прекрасно работающая комбинация, монотерапия, антипедиадин, неволомаб, эмбролизумаб, и у нас есть тоже чудеснейшая возможность – это комбинированная иммунотерапия. Очень бы хотелось, чтобы как пациенты имели возможность участия в клинических исследованиях, сейчас, возможно, с эпидобстановкой новых исследований как-то вот ощущение, что посложнее, но данные уже идущих клинических исследований, они предлагают нам вообще взять и объединить, например, антипедиадин или педиэль-1 с таргетной терапией, и, возможно, мы получим ещё некоторые опции для препаратов. Плюс, как уже говорила Слава Анатольевна, у нас, например, есть зарегистрированный российский наш препарат, полголемаб, и мы с удовольствием посмотрим, как это будет в практике. И, как ни странно, в этом всём химиотерапия, пусть она отошла на задний план, но это такой прекрасный задний план, который может являться мостиком между доступными вариантами лечения, чтобы привести, возможно, к как-либо повторному использованию, попозже я об этом тоже скажу. Итак, какую же терапию нам выбрать? Ну, наверное, на что мы ориентируемся? Нам бы хотелось, чтобы пациенты жили долго. Вот возьмём трёхлетнюю выживаемость. Как это у нас выглядит? Достижения в трёхлетней выживаемости, вот брав мег-ингибиторы, 40-45% пациентов доживают, да, три года переживают. Если мы посмотрим, какие у нас достижения по антипедиадин, 52, больше половины пациентов живут более трёх лет. Комбинация вообще сделала форор до 58%. С другой стороны, зачем нам пользоваться данными трёхлетней выживаемости, если у нас есть уже данные пятилетней выживаемости, и они ещё более ярко остаются в головах врачей, практикующих, которые только знакомятся, потому что лидер, конечно, может быть, остался прежним, но смотрите, брав мег-ингибиторы сохранили в своих рядах до 5 лет 34% пациентов. Педиадин – 44%. И безусловным лидером, про которого можно ёмко, кратко, красиво сказать, комбинацию, если получает пациент, у него шанс прожить 5 лет колоссально высокий, потому что более половины пациентов, получающих комбинацию, живут 5 лет. И вообще было бы очень просто, здорово. Мы знаем, что комбинированная иммунотерапия работает. Ну, тогда зачем мы, в принципе, обсуждаем? Давайте всем дадим комбинированную иммунотерапию. Ну, конечно, у этого есть «но», потому что реальность наша, она немножко другая. Вот, например, возьмём профиль пациента. Мужчина, 65 лет. Четвёртая стадия – бракмутация обнаружена, ЭКОК-1. ЛДГ равен двум верхним границам нормы. Метастазы в печень, лёгкие и головной мозг. При этом он ещё жалуется, что теряет вес и болевой синдром у него. То есть получается, что пациент, возможно, а мы знаем, что иммунотерапия требует некоторое время для достижения эффекта, может ли он добраться. А если я вам покажу картинку, например, я, конечно, утрирую, агромирую ситуацию, но всё-таки вот такие пациенты тоже приходят. И на самом деле, возможно, да, ну, не всегда комбинацию иммунотерапии, может быть, стоит дать. Поэтому я вообще считаю, что что комбинированная иммунотерапия, что мой режим, что комбинированная таргетная терапия, всему есть своё место. Поэтому, когда мы смотрим на пациентов, наверное, можно было бы попробовать разделить их, насколько это возможно, к благоприятному прогнозу отнести или к неблагоприятному. Потому что если мы видим пациента с благоприятным прогнозом, на что мы будем уповать? Нам очень хотелось бы добиться объективного ответа, потому что этот объективный ответ транслируется, мы знаем эти данные, в длительность сохранения этого объективного ответа, продолжительность его. И получается, мы имеем отдалённые данные по хорошей поживаемости, ну, как, например, по данным комбинированной иммунотерапии. Если же мы видим пациента с неблагоприятным прогнозом, мы, конечно, хотим всего того же перечисленного, чтобы он долго жил и чтобы у него был ответ, но всё-таки, наверное, на первый план наступает необходимость, чтобы у нас был быстрый ответ, у нас нет времени ждать, качество жизни, потому что пациент уже пожаловался на что-либо. И желательно, само собой, конечно, чтобы была эффективность при поражении центральной нервной системы. Получается, разделив на две эти группы, было бы здорово, но как это разделить? Ну, давайте посмотрим. Наверное, нам поможет общее состояние пациента, например, ЭКОК. Конечно, если к нам придёт пациент в идеальном состоянии, ну, значит, онколог, это прекрасно, но, к сожалению, чаще всего пациенты к нам приходят не только в удовлетворительном состоянии, ЭКОК 1-2 при обращении к нам с вопросами о тактике ведения, это довольно частые происшествия. Посмотрим на ЛДГ. Много анализов ЛДГ в пределах двух норм, четырёх норм. Это очень здорово, но порой мы с вами имеем, например, вот как на картинке, 2847. Я даже вот примерно сколько это норм получается. И это тоже наша реальность. Конечно, в такой ситуации мы тоже отнесём к неблагоприятному прогнозу. По уровню ЛДГ очень простой маркёр. Вот сделать его, мне кажется, ну, любая лаборатория, понятно, делает и по МЭС, и в поликлинике. Но, к сожалению, очень часто на консультации приходят пациенты, которые не имеют этот показатель. А вы посмотрите, насколько красиво и ярко видно, что с ростом уровня ЛДГ ожидаемое достижение объективного ответа, оно падает. Стоит ли нам ждать? Вот, например, как с пембролизумабом. Или если мы посмотрим, например, даже на комбинированной иммунотерапии, ну, посмотрите, если у пациента в пределах двух или больше даже, чем две верхние границы нормы, вот, например, от комбинированной иммунотерапии мы ожидаем эффекта. А эпилемумаб мы знаем, что добиться объективного ответа может быть, наверное, ну, не стоит его ждать. Да, он возможен, но маловероятен. Поэтому ЛДГ и КОК, ну, наверное, это первые такие маркеры, которые нам помогут куда-либо отнести. Что важно? Вот если вы решили пациенту, прав мутированному, дать в первой линии иммунотерапию, очень нам поможет понимание того, что если при наличии прав мутации у пациента еще и высокий ЛДГ, вот здесь нужно делать акцент и все-таки дать ему комбинированную иммунотерапию. Потому что расхождение при высоком и низком у прав положительных очень, ну, довольно значимо, почти в два раза разница. Поэтому если у пациента с прав положительным статусом высокий ЛДГ, ну, стараться надо назначить при наличии, конечно, возможности комбинированную иммунотерапию. Транслируется этот объективный ответ и в время беспрогрессирования, и в общую выживаемость. Такие же данные мы видим в зависимости от уровня ЛДГ и на таргетной терапии, не только на иммунотерапии, хотя мы знаем, что прекрасно работает таргетная терапия и при высоком уровне ЛДГ. Если попытаться вот суммировать данные, посмотрим. Конечно, при высоком ЛДГ, например, время беспрогрессирования будет выше у комбинации таргетной терапии. Мы его видим, что оно немножко проигрывает монорежиму, но оно не проигрывает комбинации иммунотерапии. Поэтому важно учесть ЛДГ, но тоже надо понимать, что просто чуть выше – это одна ситуация. Сейчас вот выделяют в пределах двух или в пределах полутора верхней границ нормы есть вот такой вот показатель. То есть если там немножко, небольшое повышение, то, возможно, можно это отнести к нормальному ЛДГ с точки зрения распределения пациента благоприятный-неблагоприятный прогноз. Конечно, наверное, без сомнения нужно учитывать и наличие поражения головного мозга и печени. По головному мозгу. Ну, красивейшие водопады, которые показывают, что если мы будем лечить пациента как предлеченных, симптомных, бессимптомных, мы добьёмся эффекта таргетной терапии действительно. Но чтобы мы, вот того человечка, который был сложен из разных вот этих паззлов, мы его действительно собрали идеально, может быть, мы попытаемся всё-таки даже при наличии метастаза в голову начать с иммунотерапии. Да, наверное, придётся начать с комбинированной иммунотерапии, потому что здесь будет вероятность достижения эффекта больше. Но, как вот мне очень понравилось, Анна Игрин сказала, нам нужно понимать, что мы назначим дальше. И чуть более понятно, что мы назначим дальше, если мы даже у пациентов с бессимптомными метастазами в голову назначим иммунотерапию в первой линии. Вот мне понравился тоже интересный анализ, докладывал Де Сильва. Смотрите, влияние оказывает даже не столько на эффективность иммунотерапии метастаза в голову, как, например, метастазы в печени. Это небольшой анализ, но на самом деле показалось, что, я думаю, что требует изучения, может быть, мы когда-нибудь будем учитывать наличие или отсутствие метастазов в печени как прогностический момент для выбора иммунотерапии или таргетной терапии. Итак, что получается у нас, например, количество поражённых органов. Понятная, очень красивая такая вот цифра может получиться, и мы проанализировали, например, очень известный анализ, который сделали на фоне таргетной терапии. Конечно, как меня начинало, когда у пациента икок – ноль, когда маленький объём пухлевой массы, поражение малого количества органов, ну, конечно, мы получим лучший результат. Это касается и иммунотерапии, и таргетной терапии. Поэтому мы знаем, да, что количество поражённых органов важно, но тоже к этому, конечно, стоит добавить такое понятие, как может быть объём. Смотрите, вот количество поражённых органов на фотографиях – только один – кожа. Ну, кожа – мягкие ткани. И вы посмотрите, ну, наверное, считать его за один орган, когда вот такое поражение… Да, это редко. Не могу сказать, что чаще всего это сопровождается и висцеральным поражением. Но всё-таки к этому примешивается ещё понятие объёма пухлевой массы. И вот это вот всё вместе идёт в большом общем понятии. Наталья Владимировна, время. Да, я заканчиваю. Поэтому, соответственно, в иммунотерапии мы отдаём в первой линии прерогативу при умеренно повышенном ЛДГ для бессимптомных метастазов в головной мост и, возможно, может быть, будут метастазы в печень как-то решать. Для таргетной терапии, конечно, мы уступим место при симптомных метастазах в головной мост или при ухудшении общего состояния. Если вы мне дадите минуту, я бы ещё сказала, если это возможно. Одну минуту. Вопросы тогда не будем задавать. Вот эту минуту вы сейчас используете для подбора терапии, да? Хорошо. Хотела бы поделиться, да, что если всё-таки вы решились выбрать между комбинированной иммунотерапией, то мы на самом деле всё то же самое. Используем все те же параметры для того, чтобы выбрать. И если у пациента ЛДГ в пределах двух границ норм, небольшой объём пухолевой массы, нет метастаза в печени, мы можем ограничиться монорежимом. И комбинацию можем пробовать использовать, например, да, если брав немутированную меланомию назначают. И вот уже говорили об определении статуса ПДЛ. Может быть, цифру 1, может быть, цифру 5 взять. Но если мы возьмём, это тоже наш помощник. Получается, что есть у нас множество влияющих на выбор решений. Но очень красиво, наверное, было бы сказать, что есть понятие ретритмент. Это в двух словах только. О том, что мы можем попытаться дважды использовать одну и ту же опцию, потому что, мы говорим, у нас есть иммунотерапия и таргетная терапия. Давайте мы их чередовать, и мы так можем использовать их, ну, не до бесконечности, конечно, потому что показывают и на таргетной терапии, если мы к ним возвращаемся, вот небольшой анализ пембролизумап во второй линии повторно пембролизумап использовался, и на самом деле они даже добивались объективных ответов. Да, нечасто, да, немного, но всё-таки это возможно. Или, например, если у пациента есть только изолированное прогрессирование в головном мозге, мы знаем, что добавив гамма-нож, мы можем продолжить эту терапию и ещё дольше её использовать, или, например, если у нас есть нечувствительный клон опухоли, мы тоже это обсуждали, Слава Анатольевна тоже, мы можем прооперировать пациенту, нечувствительный, вот говорили, они там цитаредукция, неполная цитаредукция в месте хирургии, и ещё продлить возможность использования, чтобы наш человечек был максимально полным. Прошу прощения, если держал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова